Во время своего выступления на форуме глава Украины затронул тему повышения тарифов. Он заявил, что ожидать повышения цен на электроэнергию не стоит. По его словам, правительство делает всё возможное для того, чтобы цены держались на одном уровне. Он подметил, что это очень серьёзная проблема, о которой вскоре сообщат общественности. Глава государства попросил поднять эту тему на заседании СНБО. «Я также хочу, чтобы местные власти понимали, что то, что мы предлагаем – годовой контракт на газ. По сравнению с мировыми ценами на газ, я считаю, что это лучшая из всех цен, в принципе, для всей Европы. Считаю, что и местные власти должны сообщить, что это выгодно, это правильно», – добавил глава государства. «Что касается электричества, мы должны быть осторожны, чтобы не было повышения цен. Моя позиция очень проста – сейчас 1,68 за киловатт. Я думаю, что у нас есть население, которое не может позволить себе даже такую цену. И поэтому СНБО также учтёт эту проблему и рассмотрит возможность снижения цены на электроэнергию для некоторых слоёв населения», – подчеркнул Зеленский. «При этом правительство хочет сохранить фиксированную цену на электроэнергию для населения на данном уровне ещё на месяц до 1 сентября 2021 года». Утверждение этого решения было в повестке дня заседания правительства. Кроме того, по словам Зеленского, возвращение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей теперь зависит от воли Российской Федерации. Он добавил, что ситуация не может быть решена на уровне децентрализации, а на национальном уровне. «Нет необходимости перебрасывать всё на нас. Мы всё понимаем, что всё зависит от вас. Мы не скоро продвинемся в данном направлении, но делаем всё возможное», – сказал глава государства. Он также отметил, что реформа децентрализации в Украине – одна из лучших. Но она, несомненно, имеет множество нюансов, которые ещё предстоит решить. Сюда входят проблемы на законодательном уровне. Примечание. Участники «Украина-30» встретились 28 июля, чтобы изучить роль местного самоуправления в контексте децентрализации полномочий, цифровизации как движущей силы развития сообщества децентрализации в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями. Также были запланированы обсуждения по вопросам привлечения инвестиций, реализации инфраструктурных проектов и развития медицины в объединённых территориальных сообществах. В ходе мероприятия под председательством президента прошло заседание Конгресса местных и региональных властей.